Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире медиа-журнал «Психотерапия в России». Меня зовут Кирилл Шарков. В последних наших выпусках мы большое внимание уделяем вопросам профилактики различных состояний. В одном из недавних выпусков мы говорили про профилактику химических зависимостей, алкоголизма и наркомании. И сегодня мы говорим про психологические основы превенции вируса иммунодефицита человека и синдрома приобретенного иммунодефицита. С нашей гостьей Алла Вадимовна Шабалтас, Алла Вадимовна декан факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат психологических наук, руководитель этического комитета, председатель политического комитета российского психологического общества и член Координационного совета Российской психотерапевтической ассоциации. Алла Вадимовна, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте, дорогие зрители. Спасибо, что нашли возможность, согласились прийти поучаствовать в записи этого выпуска по теме профилактики предупреждения развития ВИЧ-инфекции и СПИД. Честно говоря, когда мы с вами обсуждали тему нашей встречи и остановились в итоге на этой тематике, я несколько удивился, увидев слово психологическое в таком понятии, которое, в общем, в проблеме, касающиеся социального аспекта, да, по сути, социальная, большая социальная проблема ВИЧ-инфекция. И мы сегодня с вами говорим про психологические во многом аспекты. Какова роль психолога, вообще психологических механизмов в этой большой, комплексной такой проблеме? Действительно, Кирилл, вы правы. Когда мы произносим какие-то такие глобальные темы, связанные с угрозами для всего общества, человечества, кажется, что роль психологии не совсем понятна. Но если все-таки разобраться с тем непосредственно, да, как вирус иммунодефицита человека передается, как мы могли бы предотвращать распространение эпидемии, то мы непосредственно обращаемся к конкретным людям, к конкретному поведению, к межличностным отношениям, потому что вирус иммунодефицита человека передается только от человека к человеку в контексте вот каких-то близких отношений. И здесь, безусловно, роль психологии, она огромна. Конечно, можно говорить о социальной профилактике, на уровне, допустим, каких-то социальных институтов, но нас, психолога, в первую очередь, конечно, интересует социально-психологический уровень, то есть то, что происходит между людьми, и психологический уровень, индивидуальный, когда речь идет о каких-то моделях рискованного поведения в сфере здоровья, который каждый из нас так или иначе может проявлять. Алла Вадимовна, как раз в том выпуске, на который я сослался по профилактике химических зависимостей, мы с нашим гостем Владой Титовой говорили про уязвимые группы населения, которые подвержены большей степени развитию, в данном случае, химических зависимостей. Если говорить про профилактику ВИЧ-спид, здесь мы тоже можем говорить в контексте того же рискованного поведения про уязвимые группы населения или в целом... Ну, традиционно, вот, исторически, когда эпидемия ВИЧ-инфекции в мире проявилась, ну, это где-то 80-е годы, да, в Соединенных Штатах Америки, в Африке, сразу же стали говорить о так называемых группах риска или уязвимых группах населения. Ну, изначально это были, например, лица, которым регулярно требуется переливание крови, лица гомосексуальной ориентации, практикующие секс. В первую очередь, конечно, имелась в виду группа мужчин, имеющие сексуальные отношения с другими мужчинами. Довольно быстро стало понятно, что группа потребителей инъекционных наркотиков является вот так называемой группой риска. Затем к этому списку прибавилась группа женщин, вовлеченных в коммерческие сексуальные услуги. Потом стали говорить о молодежи. То есть здесь просто важно понять, что речь идет, когда мы говорим о профилактике, не просто о принадлежности к той или иной группе населения, а о том, насколько человек в своей жизни практикует рискованные поведенческие практики. То есть, по сути дела, может быть ситуация, когда человек формально может быть отнесен к какой-то группе, но реально он все время, думая о профилактике, заботится об этом и не подвергает себя риску. То есть здесь вот есть, кстати, один из аспектов сложности превенции ВИЧ-инфекции, связанных с тем, что люди, которые себя не причисляют к той или иной группе риска, считают, что они в безопасности, что им не нужно думать о возможности заражения и о профилактических мерах. И часто это как раз приводит к таким тяжелым посредствиям. Ну, если мы говорим о ВИЧ, то к заражению ВИЧ. Похоже, нам не обойти стороной разговор о рискованном поведении. Что же это такое? По сути, такое один из краеугольных камней проблемы. В контексте тематики ВИЧ спит, как это рискованное поведение? Ну, вот в отличие от каких-то других заболеваний, где часто не всегда понятно, да, какова природа заражения и, может быть, как там. Вот сейчас много говорится о птичьем гриппе. Можно ли человеку заразиться? Нельзя. В отношении, подходя к теме, да, рискованного поведения человека, надо сказать, что все очень просто и ясно. Вирус иммунодефицита передается только в случае соприкосновения жидкостей людей друг с другом. То есть он, соответственно, если мы говорим о передаче ВИЧ-инфекции, то это, допустим, или прямое переливание крови или каких-то других продуктов биологических жидкостей, которые содержат вирус иммунодефицита человека. Или это совместное употребление инъекционных наркотиков, когда люди вместе, употребляя, ну, допустим, тот или иной наркотик, используют один и тот же шприц или какие-то другие инструменты. И это незащищенный сексуальный контакт. И существует такой четвертый путь передачи. Это так называемый вертикальный путь передачи. То есть это заражение от матери ребенка или во время беременности, или во время родов, или во время кормления грудью. Но когда мы говорим о рискованном поведении, в первую очередь, конечно, следует иметь в виду употребление наркотиков небезопасное и незащищенный половой контакт. То есть то, где мы все-таки можем в значительной степени контролировать свое поведение. И в первую очередь специалисты, конечно, занимаются этими двумя путями. Потому что все остальные пути, они несущественны. Ну, не только специалисты могут заниматься, но и люди непосредственно. Это момент контроля людьми своего поведения в этой точке, по сути. А почему люди это не делают, с вашей точки зрения? Это вопрос незнания, недостаточной информированности, игнорирования этих важных моментов. Ну, скорее всего, это сочетание различных факторов. То, что вы перечислили только что, наверняка может иметь значение. Ну, допустим, когда человек недостаточно хорошо информирован. И до конца не осознает, что вирус иммунодефицита передается не внутри той или иной группы риска, а от человека к человеку, между которыми может быть рискованное поведение. Конечно же, большое значение имеет так называемое вот именно осознание личного риска. То есть, когда человек не просто знает что-то о ВИЧ-инфекции, о том, что кто-то где-то заражается, а он действительно пропустил эту информацию через собственную жизнь. И он как бы осознает, была ли в его жизни та или иная ситуация, где могло быть заражение, может ли это быть в настоящее время. То есть, вот есть такой личностный, что ли, уровень восприятия проблемы. И как раз очень часто люди, которые сталкиваются непосредственно с ВИЧ-инфицированными или как-то так или иначе близко соприкасаются, они говорят о том, что только вот в этот момент возникает такое вот осознанное понимание личного риска. И это может быть как раз фактором, который способствует выработке профилактического поведения. Часто люди почему еще рискуют? Мы говорили о том, что ВИЧ передается от человека к человеку. Соответственно, есть момент, когда необходимо хорошо взаимодействовать со своим партнером по поводу того или иного способа, допустим, профилактического. Но если мы говорим о каких-то близких отношениях, то это, по сути, буквально разговор со своим партнером, любимым человеком, мужем, женой о том, насколько мы задумываемся о возможности тех или иных негативных посредствах, насколько мы можем использовать презерватив. Казалось бы, все знают, что такой способ единственный, надежный. А когда речь заходит о реальных случаях риска, люди говорят, ну вот почему-то вот это не получилось. Стеснялись, боялись показаться распущенными. Это часто говорят девушки. Кстати, одна из таких, можно сказать, новых групп риска, если следовать терминологии прежней. Очень много сейчас новых случаев заражения ВИЧ среди молодых девушек, у которых единственный молодой человек, их муж или партнер, которые вообще не задумывались никогда о том, что вроде как бы нужно рассматривать ситуацию как ситуацию возможного риска. Много барьеров, как мне кажется. То есть это уже девушки, страдающие, но ищие ВИЧ-инфекцию. Мне кажется, что много вокруг ВИЧ-инфекции мифов, много такого, знаете, я это называю псевдоморализаторского. Поскольку, если мы говорим о морали, это все-таки действительно истинные гуманистические ценности, связанные с заботой человека о другом человеке. Псевдоморали – это когда мы какие-то темы стараемся вообще вычеркнуть, дискриминировать, считать, что их не существует. Что, мне кажется, довольно странно в человеческом обществе, когда мы все понимаем, как прекрасно то, что существует человек, что есть разные сферы жизни, в том числе и интимные отношения. Мы все так рождались. Довольно странно, когда специалисты даже об этом не хотят говорить. И, соответственно, часто дети, подростки, юноши, они оказываются в ситуации, когда получают информацию в каком-то, может быть, искаженном виде, от своих знакомых с многочисленными искажениями. Здесь, мне кажется, достоверная информация – это, может быть, важным таким первым уровнем, но очень много связано и с уровнем установок, отношения, навыков, эффективных навыков общения между людьми. То есть психологии очень много. То есть вы скорее говорите о том, что какие-то темы могут быть стигматизированы, табуированы, не обсуждаться на каком-то должном уровне, открытые. Как мы говорили в свое время с вами и Сергеем Александровичем про этические аспекты, что это тоже так есть, важно, но этические вопросы в психологии, психотерапии. Ну да, вроде как получается стыдно, однако мы все-таки специалисты, мы взрослые люди. Нам важно понимать, что если мы хотим защитить, допустим, и детей, и подрастающее поколение, нам важно с ними открыто обсуждать разные темы, в том числе темы, связанные с наркотиками, и с сексуальными отношениями, с многообразием каких-то проявлений человеческого поведения. Не потому, что мы хотим как-то к этому возбудить интерес, а потому, что для того, чтобы человек мог принять в конкретной ситуации осознанное решение, допустим, избежать того или иного риска, ему важно вообще понимать, что происходит. И здесь вот это один из барьеров как раз для превенции ВИЧ-инфекции, это такое все-таки на уровне общества замалчивание, стигматизация и дискриминация каких-то естественных форм поведения. Алла Вадимовна, Вы упомянули про мифы, Вы сказали про мифы, существующие вокруг темы ВИЧ, СПИД. Могли бы Вы основные мифы обозначить для наших зрителей, часто встречающиеся? Ну, действительно, их мифов много. Ну, назову такие самые, может быть, яркие и исторические, да, которые имели большое значение для того, чтобы вот проблема ВИЧ-инфекции, она стала такой стигматизированной. Ну, первый миф о том, что ВИЧ передается бытовым путем. Соответственно, почему возникает страх, да, от общения с ВИЧ-инфицированным человеком? То, что люди боятся пожать ему руку, вместе с ним, может быть, попить кофе, поговорить. Вдруг он чихнет там, что-то будет. Ну, второй такой миф, мне кажется, серьезный, это то, что ВИЧ-инфицированного человека всегда можно идентифицировать по внешнему виду, что вот это какой-то такой больной, изможденный, жуткий. Этот миф имеет свою историю, связанную с тем, что впервые вот в нашей стране мы увидели ВИЧ-инфицированных в тяжелой стадии СПИДа, да, синдрома приобретенного иммунодефицита. То есть СПИД – последняя такая стадия развития ВИЧ-инфекции. И в те годы, в 80-е, 90-е лечение было недоступно, эффективное. Люди тяжело выглядели на этих стадиях. Вот с тех пор такой миф до сих пор существует. И люди, когда с ними обсуждаешь, почему они, допустим, рисковали, говорят, «Но я же знаю, с кем я общаюсь, я же вижу, с кем я общаюсь». Вот такой миф тоже имеет место. Я знаю, что сейчас принята, насколько мне известно, программа профилактики, государственная программа в России профилактики. Ну, есть программа, она называется программа противодействия распространению вируса иммунодефицита. До 2020 года и сейчас, с возможностью ее продления. Есть ли в этой программе какое-то место, какое место вообще-то введено психологической работе? Ну, скажем так, с точки зрения самого текста, конечно, об этом пишется и говорится. Но все-таки явно наблюдается уклон в сторону медицинской профилактики, а не психологической. Ну, может быть, поскольку это более понятно. Под медицинской профилактикой я подразумеваю тестирование на ВИЧ-инфекцию и лечение ВИЧ-инфицированных при помощи вот такой высокоактивной антиретровирусной терапии. Действительно. Не прописаны четко, вот именно на государственном уровне, весь перечень возможных мероприятий, направленных на психологический уровень превенции. Безусловно, здесь речь должна идти о сексуальном просвещении, о воспитании, о каких-то программах выработки навыков здоровья, сберегающего поведения, причем начиная достаточно рано. До того, как люди, ну, по сути, уже по возрасту оказываются вовлеченными в ту или иную форму рискованного поведения. Наверняка вы не понаслышке знаете, как психологическая служба уже работает в нашей стране, может быть, в нашем городе по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. И что можно еще сделать? Вот все-таки, что конкретно делают психологи в этом направлении, психотерапевты, может быть? Ну, конечно, может быть, самый такой для нас, может быть, понятный в контексте вот как раз и медиа-журнала. Это индивидуальный уровень профилактики, когда специалист, беседуя индивидуально с человеком, может действительно касаться темы изменения рискованного поведения или выработки навыков здоровья, сберегающего поведения. Одна из известных технологий – это так называемое мотивационное интервью, которые, в отличие от каких-то сеансов консультирования или психотерапии свободных, более структурированы, касаются и информации, и мотивов, и поведения. Когда консультант вступает с клиентом в такой прямой диалог на предмет осознания его личных рисков, моделирования желаемого поведения, ну, допустим, в контексте взаимоотношения с другими людьми. Также можно использовать и групповой уровень, то есть существует и вот в частности в своей вот монографии, да, которая здесь представлена. Ну, давайте, немножечко, да, это такой, в общем, толстый труд. С одноименным названием. Ну, конечно же, как и любая монография, я не могу сказать, что это… не хотела бы приписывать все заслуги себе. И в этой работе обобщен опыт работы огромной команды специалистов по разработке и оценке эффективности целой серии превентивных поведенческих вмешательств. Вот среди них, кстати, есть и групповые формы. Это похоже на такие, опять же, структурированные тренинги на основе когнитивно-поведенческой модели, где дается информационный блок, и когнитивный, и поведенческий. Но также мы могли бы, как психологи, участвовать и на более, что ли, широком уровне превенции, так называемом общественном, макросоциальном, для того, чтобы и на уровне общества пытаться воздействовать на какие-то ложные представления, мифы и стигматизацию. Мне кажется, что здесь специалисты могли бы активнее говорить о том, что важно вот как раз такие скрытые формы поведения, дискриминированные обсуждать. И специалисты знают, как говорить обо всех темах, даже о так называемых закрытых. То есть специалисты не будут бояться говорить о наркотиках, о сексуальных отношениях, потому что все-таки как раз научные данные свидетельствуют о том, что люди оказываются в опасности не потому, что они чего-то больше знают, а как раз потому, что они чего-то не знают, никогда не говорили, не сталкивались и оказываются невооруженными, неподготовленными. Здесь наша ответственность, конечно, специалистов на уровне общественном это заявлять. Но я уже говорила о том, что ВИЧ-инфекция очень сильно стигматизирована, много есть не всегда положительного влияния с точки зрения религиозных каких-то идей. И вы, Алла Вадимовна, видите больше как раз роль психологов именно в дестигматизации, в выведении этой тематики в такое открытое поле, открытое пространство, обсуждение, чтобы у людей было адекватное представление. Это именно роль психологов. Мне почему-то кажется, что психологи больше, я не говорю, что другие специалисты не могут, безусловно, и врачи, и социологи. А почему психологи с вашей точки зрения? Ну, потому что, может быть... Им уготовлена эта миссия. Может быть, потому что я сама психолог и считаю, что в первую очередь надо начинать с себя и таким образом давать, как бы, пример, но второй аспект, мне все-таки кажется, что именно психологи больше вооружены, как профессионалы, ну, в том числе и коммуникативными навыками обсуждения различных вопросов, но о чем только мы не должны уметь говорить, да, и здесь кому как не нам. То есть, по сути, речь идет сейчас о том, чтобы, ну, признать актуальную ситуацию с ВИЧ-инфекцией, устранить мифы. Актуальность ситуации признается, и в течение всех посредних лет говорится о том, как постепенно нарастает, да, количество Ну, не в том, чтобы донести эту актуальность, эту информацию до обычных людей, которые, собственно, будут потребителями помощи. Акцентировать то, что важно все-таки качественно изменить отношение к этому заболеванию и к вопросам профилактики. То есть, уйти от традиционных таких моделей гигиены, когда речь идет о какой-то болезни. Много говорится об угрозах, то есть страх используется как, может быть, основной, да, такой механизм. В ситуации с ВИЧ-инфекцией страх может работать, но очень недолго и неэффективно. Потому что часто речь идет о том, что ВИЧ-инфекция передается в контексте очень значимых, близких и хороших отношений, когда, допустим, те же самые наркозависимые употребляют наркотики в кругу как раз самых близких друзей. И точно так же речь идет и о каких-то близких интимных отношениях. То есть, это не какие-то такие злые дни, которые хотят что-то плохое сделать. Соответственно, здесь гигиенический подход не всегда действует. Я вообще бы сказала, что нужно немножечко разорвать идею каких-то, ну вот действительно угроз медицинских и психологических факторов. Мы с вами, Алла Вадимовна, говорили про индивидуальный формат консультирования по вопросам профилактики, мотивационного интервью вы говорили. И меня здесь интересует, как этот человек, этот клиент, пациент попадает в обойму вот этой консультации. Вообще, как он туда приходит, да, вот с чем он приходит туда. Он говорит, что приходит и говорит, у меня рискованное поведение или его направляет туда, когда общество сталкивается с проявлением этого рискованного поведения у него, все-таки вот момент важный. Ну, я думаю, что сейчас, если все-таки говорить о реальности, чаще всего консультирование может касаться ВИЧ-инфекции в случае, если человек хочет обследоваться на наличие ВИЧ-инфекции. Тестирование на ВИЧ, оно… То есть такое добровольное желание есть. Да, по закону оно сопряжено с обязательным до и после тестовым консультированием. И вот в рамках этого может возникнуть разговор. Даже… Но он может отказаться от этого консультирования. Обязательно оно должно быть. Оно будет проводиться, потому что есть специфика и в самом обследовании. И консультант может об этом рассказать. Однократного тестирования, в общем-то, недостаточно, поскольку ВИЧ-инфекция имеет период окна. И те тесты, которые используются для первичного скрининга, они направлены на выявление антител к вирусу. В случае периода окна антитела еще не выработаны в организме. Тест даст отрицательный результат. Поэтому консультирование, в частности, направлено еще и на то, чтобы помочь человеку осознать, как ему, если он хочет провериться, все-таки захватить период окна. Поэтому обычно рекомендуют два раза тестироваться через какое-то время. В каких-то социальных службах бывает, объявляется тема профилактики, и люди могут обратиться. Но чаще всего это может возникнуть в контексте какого-то индивидуального консультирования, при обсуждении какой-то жизненной ситуации. Консультант, который подготовлен еще и в области профилактики, он может этого коснуться. И таким образом как бы эту тему внести в разговор. Потому что чаще всего, вот как вы сказали, человек озабочен рискованным поведением и пришел. Но это такая скорее уникальная ситуация. Люди чаще всего озабочены, когда у них уже какие-то проблемы со здоровьем есть. А когда вообще есть какое-то поведение рискованным. Ну да, это такая казуистика скорее. Ну иногда бывает ситуация, когда, допустим, люди узнают, что кто-то из друзей или близких заразился ВИЧ. Вот это может привести их. Ну так я вас слушаю, все равно какой-то похоже отработанной системы ее нет. То есть либо вот человек решил тест сам пройти, и будет консультирование. Либо психотерапевт как-то там, психолог завел этот разговор, посчитал нужным. Системы нет. Нет какой-то отработанной технологии. Я бы сказала, что может быть оптимальным способом было бы, если мы говорим о первичной превенции, то есть о предотвращении первичного заражения, могла бы быть какая-то в том числе и государственная программа такой профилактики в сфере здоровья в целом. Мне кажется, это бы могло и уйти от излишней такой стигматизации, когда мы бы, и в этом, кстати, в моей книжке есть описание программы из десяти занятий на школьников, где темы занятий касаются разных проблем в области здоровья, начиная от элементарной до какой-то гигиены. Ну, там есть темы, связанные и с инфекционными болезнями, и с инфекциями, передаваемыми половым путем, с беременностью, с насилием в отношениях. То есть, когда тема ВИЧ может быть интегрирована в широкий спектр проблем, связанных со здоровьем, что очень интересно для всех нас и для детей. И это могло бы, мне кажется, привлекать больше интерес и участие. Другой вопрос, что необходима такая добрая воля, и в том числе и на уровне организации, для того, чтобы эти программы запускать. Так называемая школа здоровья, да. Я бы так это назвала. Ну, конечно, мне бы хотелось, чтобы этого было больше, особенно для самых уязвимых – это дети, подростки, молодежь. Собственно, когда и начинаются какие-то опыты, в том числе и с рискованным поведением, и когда, собственно, человек наиболее активен. А вот если такую ситуацию представить, что человек, посмотрев нашу сегодняшнюю с вами встречу, решил в этом направлении двигаться по профилактике, заметив у себя, признав чудо случилось, какие-то признаки рискованного поведения, что его окружение или он сам находится в ситуации, риск достаточно высокий. Какой алгоритм действий, раз системы нет, но какой-то важный человек, какой-то иметь опор, какой бы алгоритм вы предложили действий такому нашему слушателю? Ну, мне кажется, если человек ни разу с этим не сталкивался и не обследовался, можно начать с того, чтобы, ну, например, анонимно обследоваться на ВИЧ-инфекцию. Замечательный анонимный кабинет в городском центре профилактики и борьбы со СПИД на обводном канале. Там обязательно консультанты поговорят с человеком до обследования и после. Ну, это здесь, в Петербурге, они как в других городах тоже есть. Да, это в Петербурге, тоже есть, есть анонимно. Если человек по каким-то причинам волнуется и как-то опасается, есть анонимные кабинеты. Другой вопрос, что я не всегда гарантирую, не могу гарантировать, что там везде одинаковый уровень консультирования, до и после тестового. В анонимном кабинете никаких документов не требуется. В основном они работают на базе инфекционных отделений, кожно-венологических диспансеров, поликлиник очень часто, центров СПИД. Система центров профилактики и борьбы со СПИД, она такая всероссийская, во всех городах это есть. Ну, кроме всего прочего, мне кажется, что можно и поговорить со специалистами. Даже, допустим, если человек не готов обследоваться, хотя бы просто поговорить, чтобы понять. Главное, не надо бояться, не нужно бояться. Бояться. Это не нужно бояться человеку или специалисту? Человеку не нужно бояться. Я надеюсь, что специалист не боится. Хотя, кстати, Кирилл, вы коснулись тоже одной из проблем, которая существует, когда в том числе и специалисты, и педагоги, например, или врачи, или психологи, не знают, как говорить о ВИЧ-инфекции, о профилактике. А существуют места, где этому учат? Ну, опять же, я могу начинать с себя и сказать, что я всех приглашаю к нам в Санкт-Петербургский университет. Вот у нас на кафедре, которую я заведую, кафедра психологии поведения и превенции поведенческих аномалий, есть целая группа специалистов, психологов, в том числе и консультантов, которые могли бы помочь, да, может быть, разобраться. Для абитуриентов это, может быть, специализация поведенческая, психология здоровья. То есть, возможности есть. 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 И можно и написать. Мы всегда рады. Мы всегда рады. Есть хорошая группа психологов, опять же, в городском центре профилактики и борьбы со СПИД, целое отделение медицинской и социальной психологии. Туда тоже можно обратиться. Сейчас есть ряд интернет-ресурсов, где тоже можно информацию получить. — Алла Вадимовна, могли бы Вы обозначить вообще масштаб этой проблемы ВИЧ-спит в нашей стране, в Российской Федерации, чтобы представлять, с какими цифрами мы имеем дело на данный момент? — Ну, в Петербурге это около 40 тысяч человек. — ВИЧ-инфицированных. — Да. — Ну, если так, может быть, более наглядно, я бы сказала так, что сейчас… — То есть, это практически каждый сотый в Санкт-Петербурге. — И точно так же и в других регионах. По оценкам специалистов и по данным эпидемиологического надзора, где-то мы в той или иной степени вокруг 1% зараженных вертимся. Ну, в некоторых регионах выше, в некоторых меньше. Это уже по классификации семейной организации здравоохранения означает такую генерализованную эпидемию. То есть, нельзя уже сказать, что она концентрированная в той или иной группе населения. Генерализованная эпидемия. Ну, вроде бы это и не так много, а с другой стороны, каждый сотый… — Ну да, немало. — И постепенно накопление, оно происходит. Поскольку все-таки постепенно мы видим, что половой путь передачи, он нарастает. Все больше и больше. А как раз это то поведение… — Уменьшаются другие пути? — Ну, не то чтобы они уменьшаются, просто это тот путь, который может касаться любого человека. По сравнению, допустим, с путем передачи через нестерильное инъекционное оборудование, то, что касается наркозависимых. В целом, все-таки мы говорим о том, что в популяции таких людей, я имею в виду наркозависимых, их все-таки значимо меньше, нежели людей, которые могут иметь те или иные близкие отношения. Поэтому постепенно, если не будет активного такого масштабного, ну, какого-то все-таки просвещения и активных вмешательств, мы можем наблюдать нарастание общего количества зараженных. — Проблема более чем актуальная получается. — Да, конечно. Тем более, что ВИЧ-инфекция — это одна из инфекций, могут быть и другие какие-то инфекции, передаваемые похожими путями, это и гепатиты, и другие болезни. — Алла Вадимовна, мы с вами еще не поговорили про такую часть проблемы, она напрямую не относится к теме нашей передачи, у нас все-таки профилактика, превенция развития ВИЧ-инфекции. — А вот если человеку уже диагностировано ВИЧ-инфекцию, он знает, что он ВИЧ-инфицирован, те самые 40 тысяч, которые вы сказали, в Санкт-Петербурге, кроме возможностей медицинских, антиретровирусной терапии, как ведущий метод, какие есть возможности психологической коррекции у этих людей, помощи им, и вообще нужна ли им помощь какая-то психологическая, как вот по вашему опыту, впечатлению? — Мне кажется, что, безусловно, получение диагноза ВИЧ-инфекции может быть такой тяжелой кризисной ситуацией, которая может тяжело протекать, и человеку может помочь обращение за поддержкой к психологу или к специалисту, который действительно может его поддержать. Ну, конечно же, человек должен решать сам, насколько он готов говорить об этой ситуации. Но вот этот тяжелый кризис, да, как бы принятие своего диагноза может проходить легче, если человек получает поддержку. То есть, в данном случае мы рассматриваем получение диагноза ВИЧ-инфекции, ну, вот как любой другой кризис. — Кризисная ситуация. — Когда может быть необходима кризисная интервенция. В то же самое время есть и другие проблемы, которые, возможно, человеку может быть полезно обсудить с психологом. Ну, например, как рассказать о своем диагнозе своим близким. И вообще, нужно ли рассказывать, кому рассказывать, когда, насколько это безопасно, комфортно. Затем, если человек действительно как-то так достаточно благополучно принял свой диагноз и получил поддержку со стороны близких, возможно, ему и не нужна будет какое-то время психологическая профессиональная помощь, поскольку любой ВИЧ-инфицированный в нашей стране по закону, да, имеет право на бесплатное наблюдение и лечение. И пока инфекция находится в такой компенсированной стадии, не нужно специализированное лечение, человеку могут рекомендовать раз в году появляться в центре СПИД, где действительно все ВИЧ-инфицированные регистрируются. Но ему может понадобиться профессиональная помощь в тот момент, когда ему назначат вот эту сложную, высокоактивную антиретровирусную терапию, которая является пожизненной. И сама постановка, ну такой есть термин, да, постановка на лечение может требовать адаптации, потому что препараты достаточно серьезные, могут быть какие-то побочные эффекты. Человек должен адаптироваться к постоянному приему, потому что эффективность лечения зависит от того, насколько человек строго соблюдает все рекомендации, насколько хорошо он привержен лечению. То есть если он к этому адаптировался, он проживет полноценную жизнь практически по продолжительности, не отличающейся от обычной продолжительности. То есть вот в этот момент может потребоваться психолог. Ну то, что вот мы еще сейчас активно развиваются, это различные так называемые пациентские организации, пациентские группы поддержки, где и в интернете, и реально в группах люди, которые давно живут с ВИЧ-инфекцией, а сейчас такой термин используется, не ВИЧ-инфицирован, а люди, живущие с ВИЧ. Потому что все-таки в случае успешной терапии мы имеем дело с хроническим таким длительным заболеванием, не отличающимся от каких-то других тяжелых хронических болезней. То есть группы поддержки могут помочь. То есть такой группы взаимопомощи. Взаимопомощи, есть сайты, есть чаты, я думаю, что это может быть очень полезно. Да, мне кажется, это очень важно. Есть такая вероятность, что у человека все так замечательно дома, и близкие его сразу поддерживают, что ему не в такой степени нужно обращение к каким-то специалистам. То есть я так не являюсь сторонником такого, знаете, стопроцентного обращения. Мне кажется, что должны быть возможности, такие безопасные, комфортные, анонимные, конфиденциальные. Да, и главное, чтобы человек знал о этих возможностях. Да, и должна быть информация распространена широко, куда можно обратиться, где можно поговорить. Поэтому, конечно, есть и телефоны доверия, куда можно обратиться, специализированные. Кстати, мы сейчас в университете заканчиваем такой проект научно-исследовательский под эгидой при поддержке Российского гуманитарного научного фонда по разработке и оценке эффективности такой онлайн-программы для ВИЧ-инфицированных как раз людей. Хотим запустить такую программу, где люди могли бы, изначально, посетив эту программу, ну, немножечко разобраться, есть ли у них какие-то области, где им нужна дополнительная информация, что им может помочь. То есть, как-то, такой вот, немножко интерактивный ресурс хотим сделать. Алла Владимировна, вы сказали про зарегистрированных людей, да, что все, по сути, регистрируются в центре СПИД, а насколько вот все-таки процент людей, которые не регистрируются? Имейте ли вы такие данные, обладатели такой информации? Ну, я бы... Не все же, наверное, регистрируются. Скорее всего, если человек обследовался, и у него был получен такой результат, количественно он будет зарегистрирован, даже если это анонимный кабинет. То есть, вот та цифра, которую я назвала, она такая... Ну, в чем-то, может быть... То есть, тот человек, который не зарегистрирован, просто еще не дошел до диагностики? Да. Не знает. Скорее всего, это так. Рано или поздно пройдет. Это вопрос, что наверняка есть люди, которые живут с ВИЧ, и об этом не знают. Ну, именно поэтому, конечно, важно, опять же, пропагандировать и тестирование на ВИЧ-инфекцию, и создавать условия для такого безопасного тестирования. Скринингового такого... Скринингового, да. Для того, чтобы человек мог добровольно, действительно, принять решение. И здесь надо бояться добровольности. У нас часто есть такое мнение у некоторых специалистов, что нужно как можно скорее внедрить принудительное обследование всех подряд. Но дело в том, что здесь вот как раз с психологической точки зрения любое принуждение, оно может привести к тому, что самые нуждающиеся люди, ну, допустим, как раз активно практикующие рискованное поведение, они могут начать уходить от этого. С чем мы тоже сталкиваемся, когда, допустим, в случае жесткого прессинга, когда от людей очень жестко требуют справки о ВИЧ-инфекции, эти справки начинают чуть ли не покупать. Ну, в общем, мы как раз с точки зрения профилактики приведем все к избеганию. Здесь скорее надо создавать такую доступность, в рамках которой можно, ну, допустим, если человек анонимно обследовался, показать ему, что и уже неанонимное обращение за помощью в тот же самый городской центр СПИД никак не приведет никакой дискриминации. Ни по месту учебы, ни по месту жительства. То есть ВИЧ-инфекция не является основанием для того, чтобы ребенка не брали в детский садик, в школу. Более того, это информация, которая вовсе не нужна ни сотрудникам образования, ни, допустим, работодателю. Это никак не влияет. Это не та инфекция, которая, ну, допустим, может быть социально опасна, так же, как холера, там, чума, туберкулез, например, открытая форма. Так что здесь иногда идет какая-то, может быть, путаница. Алла Владимировна, слушаю вас и сетую на то, что каждый выпуск мы, вот я говорю с гостями, упираемся в нехватку информации, ликбез, люди не знают, информации нет адекватной. Везде, в каждой практически проблеме. Ну, что же такое-то? Ну, значит, тем более нам, специалистам, надо быть активнее. Потому что мы, так сказать, вращаясь в своей среде, наверное, уже, будучи наполненными всей этой информацией, иногда также создаем некие мифы о том, что информация доступна. Она есть, наверное, она есть. Другой вопрос, насколько она воспринята. Потому что если где-то лежат брошюры или висят плакаты, это вовсе не значит, что люди их прочитали. Ну, мы сами помним, как часто где-нибудь в поликлинике, наоборот, избегаешь читать какие-то плакаты. То есть важно, может быть, искать новые пути более такого активного донесения информации. Может быть, в какой-то совершенно такой новой форме. Не знаю, сейчас такие современные технологии. Ну, какие-то я вообще стала думать про компьютерные игры, про какие-то приложения для гаджетов. Когда ты можешь, может быть, так кратко получить информацию. Но это должно быть адаптировано. Ну, приложение тоже его нужно скачивать. Мы говорили недавно с нашим гостем по поводу темы авиафобии, аэрофобии. Что там тоже есть приложения специальные для этого. Но и скачивание их процент... Очень полезное приложение. Но скачивание процент не очень большой. Люди не очень туда идут. С другой стороны, я тоже, как психолог, понимаю, что обращение какой-то пугающее. Может быть, не совсем... Скорее, как СМС-рассылка подойдет. Как МЧС делает. Будет дождь. Не знаю. Да, кстати, интересно. Мне кажется, это такая интересная задачка, особенно для молодых поколений психологов. И как... Не знаю. Но думаю, что все возможные способы хороши. Есть замечательные художественные фильмы, касающиеся темы ВИЧ-инфекции. Часто это, конечно, драматические картины. И, может быть, не всегда люди хотят смотреть тяжелое кино. На общественном уровне что еще привлекает внимание? Ну, вот это по, может быть, по опыту других стран, когда известные люди, очень известные люди осмеливаются раскрыть свой статус на телевидении. И как-то в этот момент это вызывает такую бурю интереса, обращения. Опять же, в сторону открытости. Да, да, да. Вяжение в сторону открытости. Я думаю, что, конечно, мы склонны воспринимать ту или иную проблему глобально, но действовать мы можем только как-то локально, какими-то конкретными действиями. И я, Кирилл, очень благодарна вам за то, что вы меня позвали в вашу передачу, поскольку, казалось бы, непосредственно к психотерапии это отношение, может быть, и не имеет, но мне кажется, что это очень важно. Ну, это имеет отношение к большому, широкому кругу психологических вопросов, тех вопросов, где психологи и психотерапевты могут быть полезны. Да, конечно. Я тут тоже ориентируюсь на социальную значимость. Безусловно. Поскольку, мне кажется, здесь, особенно в области здоровья и других сфер жизни, нам не уйти от такого междисциплинарного взгляда и подхода. И здесь нельзя вот ту или иную проблему в области здоровья отдавать на откуп только медицинскому сообществу. Необходимо во всем этом участвовать. Безусловно, в рамках своей какой-то, может быть, компетенции. Но, по-моему, вот, если мы говорим о ВИЧ-инфекции, здесь очень много того, над чем бы психологам надо было работать и помогать людям. Что ж, будем это делать совместно. Алла Вадимовна, благодарю вас за то, что нашли время, поучаствовали в записи этой передачи. Тема важная, действительно. Спасибо большое. Спасибо, дорогие зрители. А всем желаю здоровья и благополучия. Дорогие друзья, на этом мы завершаем наш сегодняшний выпуск. Увидимся в следующем выпуске. Всего вам самого доброго. Берегите себя. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова